Полтора часа на самолете из Коголыма до Нового Уренгоя, плюс столько же на вертолете в северном направлении. И вот она, Ямальская Большихецкая впадина, где находится одно из самых перспективных месторождений, Пекихинская. К его обустройству приступили в 2009 году и уже в 2016 намерены сдать в промышленную эксплуатацию. На промысле задействовано около 260 единиц техники. Сегодня здесь трудятся более 2500 человек. Наступающие трескучие морозы специалистам не страшны. Мы запустили котельную. Те объекты, которые уже построены, они под теплом. Котельная работает, испытание прошло и мы в ней тоже уверены. Мы запустили очистные сооружения для воды. Сегодня мы очищаем, готовим воду для котельных, для социальных нужд работников, которые живут и работают здесь. В ходе выездного совещания специалисты посетили более 10 объектов. Оценили ход строительства, установки комплексной подготовки газа и нефти, диэтонизации и стабилизации компрессорной станции нефтяного газа. Все подрядчики на высоком уровне достойные. Есть на кого положить. С такими подрядчиками, с такими заказчиками, как Лукоил, работать можно и на Ямале, и в Арктике тоже. Сегодня на промысле обустроены две кустовые площадки. Пробурено 43 нефтяных и 30 газовых скважин. В скором будущем их на Пекехинском месторождении будет 420. Роман Сопрыкин, Михаил Суханов. Специально для программы «Регионы Лукоила». Роман Сопрыкин, Михаил Суханов.